всем привет после долгого перерыва мы опять с вами встречаемся и сегодня я познакомлю и сама вместе с вами познакомлюсь с новой скороваркой штеба dd2 в принципе они идентичны внешне отличие только корпуса крышечка где-то у нас крышечка крышечка отличие идет в режимах программе в основном это основное отличие у нас в режиме томления плюс-плюс в новой скороварке называется именно так данный режим в данной скороварке начинается с диапазона 82 градуса и заканчивается 150 градусов что в общем то дает очень широкое поле для деятельности в данной модельки мы видим что томление идет с 82 градусов до всего лишь 88 то есть это вот это основной ну и такой очень приятный плюс или бонус как его назвать не знаю для данной модели комплектация данной модели идет вот с такой вот чашей нержавейкой признаюсь честно данная чаша мне нравится больше то есть как бы ну по крайней мере я все делаю в ней поэтому к этой модельки буду до заказывать еще вот такую же чашу то есть ну мне в ней удобней хотя это конечно более износоустойчиво так скажем костным бульоном но выпечку делать только в чашу с покрытием также идет вот такая замечательная каруселечка это баночки для йогуртов баночки керамические очень удобные в принципе здесь можно сделать и омлет и паштет и бисквитики на пару испечь не знаю как бы очень удобно очень удобно вот эта вот подставочка вот сюда аккуратненько составим чашу так чпок и готовьте все чисто культурно не нужно бегать искать какую-то дополнительную тару тоже очень прекрасно вот такая хорошая крышечка вдруг кто-то оставляет ну готовую продукцию суп или рагу или еще что-то ну что приготовят оставляет в холодильнике это очень удобно вот так крышечкой накрыл и в холодильник убрал все же я рекомендую переливать перекладывать готовые продукты совсем другую тару которая будет у вас хранить в холодильнике девочки которые уже готовят на хлебопечке в данной модели то есть они уже плюсы и и ощутили я еще не готовила ничего то есть я специально ждала вот до этого дня чтобы именно на видео познакомиться вместе со всеми данной моделькой то есть такая вот довольно таки красочная книга рецептов не перенасыщены рецептами все в меру то есть все что нужно здесь небольшая книжечка как инструкция руководство к эксплуатации тоже общая информация ну кто пользовался уже вот этой моделью принципе прекрасно представляет чем у них отличие в чем плюс в чем минус здесь описаны все программки и вот как раз программа томления плюс вот она которую я вам только что показывала режим температур ну да здесь данном случае указано от 80 до 150 но мы в принципе видим что все равно нас 82 градуса и от одной минуты до 24 часов все остальное все остальное по большому счету осталось без изменений то есть подогрев в этой же модели точно также от 30 до 80 градусов то есть здесь мы как делали раньше су-вид на подогреве точно также здесь мы можем делать су-вид на подогреве но и на томлении плюс-плюс то есть это в какой-то степени даже как бы здесь медленно варка выступала но здесь не хватало температуры вот скажем 95 градусов 96 градусов вот здесь каша будет классная молочная это точно на температуре 95 96 градусов вот уверяю что будет каша супер классная то есть самое необходимое для этого температура поэтому возможности данной скороварки мультиварки расширились в принципе изменив только один температурный диапазон на одном режиме в общем то я думаю что мы с ней подружимся и будем жить долго и счастливо ну а теперь приступим непосредственно приготовлению пищи использоваться у нас сегодня будет много приборчиков но на данном этапе я буду задействовать два штабиан чека все вы знаете что они у меня мужского рода то есть это не девочки это мальчики штабиан 1 и штабиан 2 так штабиане 1 мы сегодня будем варить рульку на хлебопечке проходит конкурс немецких блюд полистала я немецкие блюда и пришла к выводу что все блюда у нас интернациональным в моем сознании немецкие блюда вообще все как бы вот базовое вообще такое самое запоминающиеся это рулька тушеная квашеная капуста типа к недликов и вот я решила приготовить рульку то есть ну не знаю как бы конкурс на это блюдо не корт не конкурсная я конечно его выставлю но именно покажу возможности наших штабианчиков и так в данной в первом мы сегодня будем готовить рульку готовить будем вот в такой кастрюльке здесь в этом мы будем жарить капустку на томление плюс плюс то есть это у нас будет два разных блюда поехали берем рульку я ее обработала предварительно то есть мне тут не понравилось как ее зачистили на рынке то есть обработала ее еще горелочкой газовой лишнее все сначала мы ее будем отваривать опять же прочитав рецепт на немецком сайте с таким довольно таки странным переводом то есть там я перевела через переводчик google что у меня там получилось сама не поняла но выводы для определенно для себя сделала и вот как я поняла так я и буду делать то есть но придерживаться рецепта этого самого немецкого сайта то есть мы берем морковь луковицу для аромата мы в луковичку в нашу ставим гвоздичку буквально чуть-чуть чтобы нам дал такой пикантный такой аромат чтобы нам да вот луковичка много гвоздички не будем использовать буквально вот 4 штучки луковичка берем нашу рулечку закладываем сюда возьмем одну буквально долечку чесночка больше нам не надо потом мы будем использовать еще чесночок когда будем маринад использовать когда будем натирать рулечку это будет все дальше процессе и возьмем вот приправку здесь морковь паприка сельдерей сушеный то есть именно для ну как бы придания вкуса наши рулечки заливаем водой не будем полностью ее покрывать это наполовину у нас рулька покрыта добавим соли и буквально вот ну капелечку тмины я даже не могу сказать вот ну прям чуть-чуть на плите данная рулька варится где-то два с половиной три часа так как у нас скороварка ой мы будем ее готовить на мясе выставим время 40 минут закрываем крышечку закрыли выставляем режим мяса здесь по умолчанию стоит 30 минут мы сделаем уж наверняка 40 минут там все шки кость хотя если честно можно и меньшестью давайте сделаем 30 потому что основную вот эту вот кость вот этот вот массу который там вот сустав то вот этот я его отрубила не я отрубил мне на рынке отрубили поэтому я думаю что там не настолько большая косточка и проварить все хорошо в общем давление 70 время на мясе 30 минут поехали клапан закрыт сейчас мы подготовим даже не знаю как сказать наверно глазурь для рульки используем майоран базилик черный перец черный перец чеснок сделаем как я уже говорила маринад но это не маринад тоже так как глазурь глазурь для покрытия вот наши рулечки майоран базилик там черный перец чеснок мед ложечка ложечка меда и ложечку соевого соуса мы используем все тщательно перемешаем сейчас достанем рулечку чуть-чуть ее охладим дальнейшие манипуляции с ней мы будем проводить в аэрофритюрнице хотя я мясо и не ем но пахнет вкусно так вот она наша рулька ну 30 минут как доктор прописал так оно и есть посмотрите какой во первых бульон такой прям насыщенный рулечка вот косточка освободилась то есть рулечка готова мясо мягкое если надо чтобы она вообще прям отваливалась от кости прям вообще вот то можно и 40 минут а здесь вот прям прям чпоки-поки мы ее выложим сейчас на фольгу дадим ей немного остыть нам надо чтобы она остыла прежде чем ее намазать маринадом ну мясо мягкое кость оголилась опять же видите рулька у меня небольшая поэтому ей достаточно было этих 30 минут возможно если рулька больше плюс еще вот этот вот костный сустав который там вот который мы используем для холодцов то конечно время использовать надо больше у меня понятное дело что она небольшой размер поэтому время абсолютно то что надо дальнейшее приготовление как я уже сказал у нас будет в аэрофритюрница сейчас вот это чуть-чуть остынет вот так вот сделаем потом в аэрофритюрница уже пока она остывает у нас эта рулечка потому что нежелательно мазать горячую рульку данным маринадом ждем так мы варили рульку скороварки штабаги 30 минут на программе мясо при давлении на этом приготовлении рульки у нас не заканчивается ну откровенно говоря она какого-то такого но не сильно товарного сейчас мы присоединяем товарный вид и продолжим ее приготовление в аэрофритюрнице филипс которую вы все знаете обмазываем рульку маринадом в который у нас входит майоран мед чеснок соевый соус перчик обмазываем ее хорошо сейчас мы пока с этого края обмажем перевернем рулечку обмажем с другой стороны еще где-то в течение 10 минут мы запечем рульку полностью в фольге потом приоткроем фольгу и 3-5 минут ну заколируем так скажем ее то есть придадим ей плоск шик блеск и красоту пока пока так мы упакуем фольгу и на температуре 200 градусов мы им по запекаем 10 минут температура 200 градусов время выставим 10 выставим 10 здесь нет никакого отверстия поэтому закрывать его не надо она закрыта там нет сквозной дырки температура воздух никуда не уходит то есть 10 минут еще продолжение банкета для нашей руки сейчас мы достанем рулечку развернем посмотрим чего там получилось еще раз намажем и наверное уже без фольги сейчас посмотрим филичка нам пропищал а да горячо пахнет вкусно пахнет вкусно этот чесночок майоранчик мед все конечно это очень вкусно пахнет так домазываем до конца промазываем до конца и сейчас уже запечем при открытом варианте то есть не будем укутывать фольгу то есть это еще где-то ну минутки 3-4 сейчас мы это будем делать фольгу используем для того чтобы ну не мыть лишнее чуть-чуть задела ох температура 200 время поставим четыре минут все ручка готова да еще смотрите какая красивая мы выкладываем нашу рулечку вот такая рулечка замечательная рулечка эту самую рулечку мы будем сервировать не менее замечательной капусточкой капусточка вкусная не размазня хорошо протушена с легкой кислинкой сладостью от яблока так как она квашеная в общем я думаю что получилось это все очень вкусно вот она эта рулечка вот она эта капусточка всем приятного аппетита и до новых встреч всем участникам на хлебопечке конкурсе немецких блюд желаю удачи и побед всем пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok